Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы с вами на нашем YouTube-канале Агулов ТВ. Сегодня я хотел поговорить с вами по поводу, наверное, временных каких-то факторов, органов. Потому что мне задают много вопросов, и вот, собственно, разговор зашел о чем. И даже сейчас вот тут в кулуарах подошла женщина, и мы начали с ней разговаривать. Я упомянул о том, что в китайской медицине есть такая интересная тема. Вот взять ту же печень, да? Печень, но единственное, что русское слово «печень», оно говорит о многом. Печень — это печка. Печь, печень. Так вот, китайцы утверждают, что между клетками есть, кроме того, что связь околоклеточного пространства, ну, обменные процессы какие-то идут, есть еще якобы трубочки, которые обеспечивают теплом наши некоторые органы. Вот в данном случае нижние конечности, когда мерзнут, это первый признак того, что энергия тепла печени не доходит до нижних конечностей. Ну и, естественно, если она не доходит до нижней конечности, то, естественно, следующий этап — это движение энергии, я в китайском варианте, к малому тазу. И если не хватает тепла, значит, в малом тазу начинает развиваться энергия холода. То есть органы начинают как бы охлаждаться, оно в самом деле так, ноги мерзнут. И человек с этими ногами носки одевает, там, в валенках ходит, особенно с возрастом. А на самом деле что происходит? Температура печени с возрастом, она снижается. Ну, по разным причинам. И обычно народ говорит, ага, вот, у меня печень нормальная. Ну, вообще-то, нормальная печень, сразу первый вопрос, а ноги не мерзнут? Если ноги мерзнут, значит, как один из признаков того, что энергия туда не приходит. Это я к чему говорю? Что если энергия и в малом тазу, а в малом тазу, интересно, тот же мочевой пузырь, он связан с почками. И причем тоже интересно, что почка, мочеточник, мочевой пузырь, надпочник – это единое целое. Если представить, вот, когда нам приходится работать с животом, то мы сталкиваемся именно вот с этим вопросом. И если бы там взяли, улучшили функцию почки, нейтронов, мочеточник, то почка начинает выплевывать тот же песок, который там накопился в лоханке, или какие-то конкременты, и они могут застрять. То есть, по этому подготовку делают, размяли мочевой пузырь, потом мочеточник, и только после этого работа с почкой. Конечно, можно этот порядок нарушить, но это тогда, когда пациент наш достаточно, ну, скажем так, ну, слабость, скажем так, ослабление функции почки. А вот когда уже конкретно там с ней что-то происходит, то ли, ну, скажем, воспалительный процесс, то ли там ее увеличение, или ее уплотнение почки. Бывает такая картина, когда мы в животе находим плотную ткань почки. То вот здесь, конечно, разминание, оно может сопровождаться тем, что начинает двигаться песок. И вот здесь, конечно, когда мы с вами начинаем заниматься животом, то мы начинаем определять, а что у нас первичное, с чего начинать. И вот здесь, конечно, печень, ага, печень, хорошо бы, печень, там печень, желчный пузырь, они начинают лучше работать, лучше работает система пищеварения, идет активность поджелудочной железы, активация обмена усиливается. Улучшается работа кишечника, потому что перистальтическая волна начинает лучше идти. Или же такой вопрос, жиры, которые мы потребляем, они начинают расщепляться этой активной желчью. А ведь часто бывает так, что приходит пациент, с тобой здоровается, а рука сухая-сухая, пересушенная. Хотя он не работает ни с какими маслами, моющими средствами, потому что часто они тоже вызывают пересушение. А она сама по себе сухая. А почему? Да потому что жиры не расщепляются, они транзитом проходят, и жиростворимые витамины не усваиваются. И опять, сколько бы мы ни бились над этой темой, мы не решим эту задачу до той поры, пока не приведем печень в определенные какие-то параметры. И вот здесь возникает вопрос, а когда же на нее лучше-то воздействовать? И как вообще-то? Как воздействовать на желчный пузырь? Когда давать лекарства и когда не давать лекарства? Как воздействовать? На сердце? Или нужно ли на него воздействовать? Нужно ли ему помогать? А если нужно, то в какое время помогать? И вот эти вопросы, они многих интересуют. Собственно, вот наша тема сегодняшняя, она и была предназначена для того, чтобы как-то объяснить нашим слушателям, каким образом воздействовать. Так вот, я обычно ссылаюсь, ведь все должно, все вот эти теории, связанные со здоровьем, если они нормальные и по отношению к человеку, они разумно входят одна в другую. Вот взять юмейхотерапию, которую сейчас вот у нас проходит семинар, Владислав Щебеньков ведет. Вот, нормально, вот привели живот в порядок, а вот теперь суставы, и оказывается, еще суставные поверхности, они тоже активацию производят работы внутренних органов. А теперь нужно подкормить ту же печенку, тот же кишечник. А когда на него воздействовать? И вот здесь я чаще всего пользуюсь вот такой таблицей. Так вот, там получается, что каждый орган имеет свое время активности. И если мы с вами хотим помочь сердцу, то более целесообразно принимать какие-то, скажем, лекарственные или активные компоненты для сердца, именно вот взять с 11 до часа. Ну вот, и в то же время нужно учитывать, а здесь что происходит? То ли идет возбуждение сердца, то ли идет его угнетение. И в зависимости от этого мы можем принимать и лекарства такие, которые либо возбуждают, либо они, наоборот, тормозят. И с той же печенью, активность печени, она идет с 11 до часа, это желчный пузырь, а с часу до трех – печенка. Так вот, если повоздействовать на печень, вот именно с 11, вернее, да, с часу до трех, то мы получим максимальное воздействие. Но, извините, мы с вами должны обязательно понимать, а что нам нужно? Угнетать печень. Часто бывает так, что температура ее несколько возрастает. За счет чего? За счет того, что протоки где-то передавились, или идет какой-то воспалительный процесс, то вот здесь уже нужно то, что ее немножко притапливает. И именно вот в этом промежутке, с часу до трех, наибольшее воздействие. И мы получим ответную реакцию, что вот здесь, дав, ну вот взять, предположим, застойное явление в печени, густая желчь, здесь идет, как бы, небольшое возбуждение, и нужно чуть-чуть ее охладить. А каким образом? Расторопшую. Далее расторопшую. Текучесть желчи увеличилась, идет отток желчи, и за счет этого желчь и печень приходят в нормальное состояние. Ну и, естественно, если мы с вами рассматриваем желчный пузырь, то там тоже формирование камней, это тоже, что это такое? Это тоже болезнь холода. И часто вот это формирование камней, оно идет тогда, когда печенка, функция ее снизилась. И вот здесь, наверное, те, кто у меня проходил обучение, наверное, помнят, что мы измеряли температуру пупа. А температура, о температуре пупа, в свое время были работы на эту тему, и в аграрик старший, они определяли температуру некоторых точек, которые ответственны за работу, вот в данном случае, печени и желчного. И выясняется, что температура пупа в норме должна быть 33 градуса, измерения производились пирометром, и вот если температура выше, это идет возбуждение, это идет избыток энергии, и вот здесь уже нужно подавлять его. А если температура пупа снизилась до 30 или там 29 градусов, то здесь нужно ее поднимать, и вот тогда уже больше поможет грелка, как ни странно. Грелку положили на ночь, тем более в ночь, если мы с вами легли спать где-то часов в 11, ну пусть будет даже в 10, грелочку приложили, смотришь, разогнали печенку, а утром другие ощущения. Ну а естественно, если мы с вами еще и поддавили печенку, а потом положили эту грелку, то мы наблюдаем очень хороший быстрый результат. То есть с вами нужно обязательно учитывать вот эти временные факторы, то есть время активности всех наших внутренних органов. Это, конечно, открыть учебник по восточной рефлексотерапии, и не только печень, но и почки, ну и кишечник. Если мы хотим повоздействовать, то мы с вами должны взять вот этот промежуток времени, где максимальная активность, там, толстого кишечника или тонкого кишечника. И опять же, при расстройствах живота мы должны чуть-чуть его угнетать, то есть не давать ему какие-то возбуждающие. А еще проще, конечно, опять все начинается с печени, потому что печень запускает перистальтическую волну, и от концентрации желчи зависит вот это вот состояние. То есть позывы в туалет, если она постоянно истекает, то перистальтическая волна, и вот вам там хроническая диарея. А у другого, другой вариант, если концентрация желчи сниженная, то кишки стоящие, потому что нет вот этой волны, которая запускает. Ну, можно искусственно постараться с чем-то там различными препаратами повоздействовать, но это опять, это временная ситуация, пока человек кушает эти препараты, вроде что-то происходит. Перестал. А наша с вами задача, чтобы человек вошел в резонанс с окружающей средой, с космосом, наверное, для того, чтобы все работало как нужно, и чтобы не использовать какие-то лекарственные препараты. Но подтолкнуть иногда можно, а потом помочь рукой закрепить это состояние. И вот моменты подталкивания, в одном случае это может быть толчок, а в другом случае подтормаживание, подтормаживание можно с помощью препаратов, которые либо возбуждают кишечник, либо его немножко угнетают. Вот с этих позиций. Ну и, естественно, конечно, никто ни в коем случае не отменяет манипуляции на животе. Это все равно первично. Хотим мы этого, не хотим, но, ребят, чтобы получить хороший результат, нужно работать с животом. А здесь уже, конечно, от качества вашей подготовки, от вашего опыта, от старания, ну и желания помочь человеку. Удачи вам! Спасибо за внимание! И до встречи на нашем эфире! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok